речь в нашем видео пойдет о рептилиях змей на нашей планете очень много только видов более двух с половиной тысяч ежегодно ядовитые змеи убивают около 100 тысяч человек и среди жертв более половины дети нужно отметить что укусы для детского организма значительно опаснее чем для взрослого слишком много яда приходится на невеликую массу тела взрослый человек тоже может умереть если иммунитет у него слаб но чаще всего он отделается сильными болями потерей на время трудоспособности некоторое время укушенная конечность будет опухший и отекший конечно если вы не наткнетесь на змею о которой пойдет речь черная мамба одна из самых опасных крупных быстрых и агрессивных змей мира отличается агрессивным характером и часто атакует 1 за один укус змея вводит до 400 миллиграмм яда а смертельная доза для взрослого человека составляет 10-15 миллиграммов я черной мамбы может убить человека за четыре часа если он будет укушен за пятку или палец укус в лицо может привести к смерти от паралича уже через 20 минут это рептилия носит весьма неоднозначные и пугающие титулы она является самой ядовитой змеей в африке ее яд самый быстродействующий это самая быстрая змея на земле последнее звание удостоверено книгой рекордов гиннеса утверждающий что на короткой дистанции рептилии ускоряется до 19 километров в час свое название черная мамба получила не благодаря окрасу тела который бывает и светлым и темным а из-за черной полости рта которую она раскрывает при опасности верхняя челюсть в передней части имеет зубы длиной около 7 миллиметров даже таких коротких клыков достаточно чтобы прокусить кожу жертвы и впрыснуть туда смертоносный яд когда черная мамба заглатывает крупную добычу ее трахея смещается в сторону чтобы змея могла дышать вес жертвы давит на трахею вызывая ее сокращение тем самым пища не может попасть в дыхательные пути кончик змеиного языка берет пробу воздуха и улавливает частицы пахучих веществ втягивая язык змея подносит его к двум углублениям в небе которые напрямую связаны с мозгом тот анализирует запахи предупреждая змею о опасности или о том что где-то рядом находится жертва форма языка змеи в этом случае несет важную информацию о ее настроении у спокойной особи кончики языка сведены вместе у агрессивно настроенной разведены по сторонам большинство считает что главным врагом этой змеи является мангуст этот ловкий пушистый зверек обладает особым иммунитетом к змеиному яду что делает его весьма неплохим охотником на змей настоящим серьезным врагом черной мамбы является змея яд эти большие и хищные птицы разделываются со змеей в два счета они атакуют сверху и в несколько мгновений могут оборвать жизнь змеи если же попадается особо сильная особь то птица пытается скинуть рептилию с огромной высоты чтобы то умерла от падения еще одна соперница игольная змея которая имеет невосприимчивость к яду мамбы и благодаря этому свойству может с легкостью победить змею вокруг черной мамбы ходит огромное количество слухов и легенд и все они основаны на реальных встречах с этой змеей так многие жители южной и восточной африки считают что черные мамбы живут парами а если убить одну из них вторая обязательно будет мстить такое поверье появилась после одного трагического случая фермер отрубил голову рептилии лопатой и положил мертвую змею в кровать решив разыграть собственную супругу мужчина не догадывался что труп который он тащил за собой до самого дома принадлежал самки это что у змей как раз в самом разгаре был брачный период во время которого самцы разыскивают партнерш по специальному следу из выделений оставляемому самками на земле в предвкушении удачного розыгрыша фермер аккуратно уложил труп змеи на кровать после чего отправил жену в спальню он надеялся услышать крики которых почему-то так и не последовало все случилось слишком быстро закричал фермер сам когда зайдя в комнату обнаружил там труп жены мертвую змею и еще одного участника трагедии самца черной мамбы помните укус мамбы очень опасен у человека есть в запасе около получаса если в это время не будет оказана помощь в виде введения антидота то летальный исход неизбежен чтобы не стать ее целью нужно знать основные повадки змеи любой шум и резкие движения на близком расстоянии воспринимаются змеей как прямая угроза в этом случае она постарается атаковать первой высоким веткам мамба предпочитает траву или низкие камни на которых греется на солнце питается пресмыкающиеся мелкими животными и птицами но крупную цель укусит если посчитает опасной увидев змею во время прогулки в первую очередь не нужно двигаться в ее направлении лучше очень медленно и осторожно отступить назад некоторые специалисты советуют пошуметь и покричать но делать это стоит только на достаточном расстоянии не менее трех метров тогда есть шанс что змея просто уползет от вас подальше если вам понравилось наше видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал